Ого! Ого! Ладно, с таким парнем я бы не стал спорить. Моё почтение, друзья! Меня зовут Владжрейдер, и добро пожаловать в Люциуса! Убивать неверных! Карать противников сатаны! Служить самому аду, вот моё призвание. Нажмём возобновить игру. Ого! Я уже дошёл до четвёртой главы, оказывается. Ну, чем больше, тем лучше. Давайте продолжим всех карать Люциусом. Будем казаться всем хорошим мальчиком, прям как гласит эта подсказочка, и не будем делать так, чтобы меня в чём-нибудь заподозрили. Мы же не хотим этого. Никто не хочет. Здорово, Люциус! Ты всё такой же стрёмный! О! Я не заметил, что у тебя обои из мишек. Разве это не мило? Вам не кажется, что этот рисунок подписан как Люциус? Это ты его нарисовал? Знаешь, ну, похоже, да. Там ушастая хрень, здесь не лучше. У него такие мешки под глазами. Это я утром после того, как учил всю ночь экзамен. Да, но рисуешь ты как ДЦП, конечно. Ну, без обид, Люциус, без обид. Не надо жаловаться папе, не надо. По-моему, кто-то пришёл к нам в гости, и я должен его навестить. Если хочешь получить велосипед на Рождество, тебе нужно начать помогать по дому, например. Вынеси мусор! Капец! А мусор, конечно же, здесь. Вот он. А куда его выбросить? Блин, погоди, я не могу. Может, может, бросить его здесь? Нет. Хорошо, мусорный бак, по логике вещей, должен находиться на улице, верно? Его же дома не может быть так, но в ванной точно его нет. А как попасть... Кто закрыл дверь? Я помню, я как-то, блин, выходил в прошлый раз, но я не могу вспомнить, как. О, здорово, я тебя знаю. Да, он приходит раз в неделю. Какие-то чуваки стоят, разговаривают о Джезе, о том, как они его любят. А я пойду искать мусорку. Ну что это? Ну это же чёрный мусорный пакет. Да кто меня закрывает? Выпусти! Выпусти за меня! О, боже. Я застрял. Нет, я застрял. Ох. Нет, я думал, придётся заново всё это бегать. Ребят, не подскажете, как выйти на улицу? О, привет, Люциус. Если у тебя есть свободное время, можешь поискать кассету моей группы. Я бы сам, но мне нужно дождаться твоего отца. А, ваш пакет, пожалуй, ты ещё не нашёл монтировку? Какую монтировку? Ребят, вас наняли, чтобы делать работу? Какого чёрта я... Ладно, мама, мама попросила. Мама, это... Нет, не попыталась. Попросила мама, я вынесу мусор. Ну, чтобы у меня какой-то... Чернорабочий... Просил вынести мусор. Это уже другое дело. Ребят, вам же платят. Вот оно! Я бегал возле этой мусорки в прошлый раз. Капец! Как его выбросить? А, во. За неимением скилла поднять руки и положить, словно баскетболист, в корзину мяч, придётся использовать силу. О, да. Самый беспомощный. Ты был очень хорошим мальчиком. В комнате тебя ждёт подарок. Ура! Ладно, надеюсь, это не монтировка, а что-нибудь здоровское. Какая-нибудь новая сила. Сила прыжка. Что-нибудь в этом духе. Ты так прилежно себя ведёшь в последнее время, что нам нужно тебя как-то поощрить. Ты не видел... серьги? Мам, ты серьёзно? Подожди. Ну, они меня поощрили, или они какой-то подарок мне дали. Но, блин, я должен что-то всё время для всех сделать. Но, ребят, так дела не делаются. Вот! Что? Что? Включи меня, и моё сердце загорится, всё вокруг со мною осветится. Это мой подарок? То есть, как бы, я не вызываю в это зрение, что я сын сатаны, и так, знаете, делаю домашнюю работу, выношу мусор, чищу зубы сам, рисую ушастых тварей. Ну, то есть, автопортрет, ничего страшного. Но мне подарили спиритическую доску для связи с духами. Просто шикарный подарок. Ммм, всю жизнь я такого мечтал. Это странно. По-моему, мои родители что-то знают. По-моему, они что-то знают. Какие ещё задания у нас есть? Ухати коридоры. О, мам, ты хоть намекни, где ты оставила свои серёжки, серьёзно? Чё это? Люциус? Тут написано Люциус? Положим. Как будто так и лежало. Не палимся, не палимся. И не спорю, что мне слегка напряжно бегать по этому дому. Я не понимаю, где я. Опять! Как я сюда попал? Как? Я просто бегал, бегал туда-обратно. А ты что? Какое задание мне дашь? Hello, young master. Hello, young master. Я здесь был, а тут твоя комната. Второй этаж, поднимемся. Что за секреты скрывает этот старый дед? О, батя! Здравствуй, сынок. Знаешь, я видел, что Джет работает в холодильной комнате. Знаешь, что это значит? Вкуснейшую свинину. Что ты здесь делаешь? Я занятая, у меня нет на тебя времени. Вот, кого я зарублю. Старшая горничная Агнес. Самая противная из них всех. Ее смертельный грех обжорства может оказаться тем, что ее убьет. Я найду способ заставить ее страдать. Вот она запросто от живи-то. Я хочу есть. Хотите кушать, да? Я к вашим услугам. Она все мной базарить не будет. Ну, наконец-то. Я уже думал, не будет мне потехи на сегодня. Но нет. Я был в какой-то комнате и нашел серьги. Думашнее видео? ТВ-зависимый. Получил достижение ТВ-зависимый. Еее! Я перестал телевизор смотреть очень давно. Еще в прошлой жизни, когда мне не приходилось бегать по этому чертовому проклятому дому, тут не только слугой сатаны станешь. О, нет. О, нет. Господи, я опять думал, забоголовало. Бать, я побегу отсюда. Как ты там находишься вообще? Серьезно? А, да, а то дом-призрак. Он никуда мне не выпускает и не впускает. Тут еще есть неизведанные места, где я не был. А ты кто? Привет, мой мальчик. Нет, ты слишком похож на педофила и обращаешься ко мне. Соответствующее, так что я пойду отсюда. Самое противное из них всех, ее смертельный грех обжорства, может оказаться тем, что ее убьет. Я найду способ заставить ее страдать. Как обычно, я свалил от моей цели и теперь не смогу, скорее всего, вернуться в ближайшие минут 10 до нее. Поклоняться Люциферу, сатане и прочей адской нечисти было правильным решением, чувак. Это ты не прогадал, конечно. Компрессор для сжатого воздуха. Ого! Ого! Ладно, с таким парнем я бы не стал спорить. Но я должен сегодня кого-нибудь убить. Если я не убью кого-нибудь, я буду страдать. То есть, чтобы я не страдал, должен страдать кто-то другой. Будь хорошим мальчиком и принеси мне бутылочку вина 1933-го. Ты же справишься? Че ты фигня? Почему все мной командуют? Так, короче, она хочет есть. Давайте заставим ее поесть. Найдем Джавиту. Это будет трудно. Джавита! Мне с тобой нужно поговорить срочно! Ты уже поздоровался с Джедом? Наверное, он в холодильной комнате. Ок, чтобы поздороваться с Джедом, нужно теперь найти холодильную комнату. Вот же Вита. Она не хочет, чтобы я с ней базарил. Ничего путного никто сказать не может. Какими-то загадками все говорят. Всем что-то от меня нужно. Еще одна Люциус книга? Это странно. А! Я нашел тебя! Вот она, колд-рум. Ну, кто же знал? Привет, Джед. Есть! Есть! Я нашел! Наконец-то! Я нашел его! Да! Ты так смешно. Бровки вибрировали. Приветик. Ты здорова, Люциус? Знаешь, ты не должен здесь находиться. Почему? Что? Джед. Он работает здесь с сырым мясом. Мне нужно найти способ как-то ему напакостить. А, раз ты здесь, ты можешь отнести эти коробки в холодильник. Они не слишком тяжелые. Ради того, чтобы дострадал все что угодно, Джед. Вот эта коробка? Да? Какой-то трешак. О, все. 40%. Давайте смотрим комнату, в которой мясник тщательнее. Так, коробка. В чем дело? Что за коробки? А-а-а. Нафиг мне эта коробка. Что еще? На что еще могу использовать? О. А-а-а. Спокойно. Спокойно. Ты меня видишь. Да. Какого черта? Как эта лампа взорвалась? Как тут пилить, когда ничего не видно? Эй, Люциус. Пойди и найди мне, наконец-то, пару новых лампочек. У меня тут работа стоит. Пойди. И найди. И почему-то у меня сейчас, я сейчас вспоминаю спиритическую доску, которая сказала мне, совет превратиться во тьму или что-то такое. Я взорвал лампочку. Это оно было? Подсказки. По-моему, у меня были лампочки. Э-это лампочка. На. Что написано? Кажется, уборщик вчера менял лампы. Он залез наверх пилы. Это мой шанс. О. Врубай. Ты можешь чувствовать, как твоя сила влияет на предмет. Воу. Вау. Ха-ха. Мммм, кайф. Коробка, которую я скинул, все запорол. Серийный убийца. Давайте хоть коробку уберем. Блин, ты там... Капец. Я хоть успел убрать ее. Ситуация выглядит возмутительно, господин Вагнер, и я с трудом удерживаю бюро от начала расследования. Я направляю своего помощника в дом. Больше для вашей собственной защиты. Я бы рад найти всему этому рациональное объяснение, но не могу подумать мотив. Не могу представить, как кому-то это могло сойти с рук. Мы доберемся до соти. Просто считайте, что дом на карантине, пока что-то не прояснится. Зрелище было не из приятных. Разрезанная напополам голова и кровь повсюду. Эти ужасные несчастные случаи не давали мне спать по ночам. Четыре смерти за четыре месяца. Все очевидные несчастные случаи. Но у меня были сомнения. Пока не было явных подозреваемых мотивов и даже возможности начать расследование. Тогда я был уверен только в том, что на этом все не закончится. Я оказался прав. Прошел еще один месяц. Нам позвонили и попросили вернуться в дом. Но на этот раз ситуация была иной. На этот раз это было... УБИЙСТВА МакГаффин На этот раз это было убийство. 15 октября 1972 года. Здоровое питание. И я уже знаю, кому сейчас мы заедем по щам. Ну что, ребят, думаю, на этом мы приостановимся. В следующий раз мы вернемся к горничной и заставим ее захавать крысу. В этот раз я точно знаю, что буду делать, чтобы так долго не париться и не бегать по дому, как в этот раз. Спасибо, что были со мной. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. Если вам понравилось видео, рассказывайте друзьям. Подписывайтесь на паблик ВКонтакте. Ссылка будет в описании. И до скорого. Ты только меня позови. Я искупаюсь в вашей крови. Я порабощу этот жалкий мир. И на ваших костях я устрою пир.